Его называют главным затворником белорусского футбола. В его телефонной книге огромный список заблокированных номеров журналистов различных изданий. Много лет он не дает никаких интервью и никаких инфоповодов говорить о себе, чем еще больше подогревает интерес спортивной общественности. И кажется, мы разобрались, в чем же причина подобной закрытости. Вы на канале Бетера и сегодня речь пойдет об одном из самых загадочных персонажей отечественного футбола – Василии Барановым. Сразу стоит сказать, что начало профессиональной карьеры Баранова было таким же уникальным, как и все, что происходило после. Несмотря на то, что за спиной был родной гомельский дюж, Василий даже не планировал связывать свою жизнь с футболом. Отучившись в техникуме, Баранов уходит в армию, где за весь срок службы попинать мячик удастся всего один раз. Упущено целых два года. Казалось бы, о любой профессиональной карьере можно забыть, но повторюсь, мы говорим об истории уникальной. После дембеля Баранов устроился электриком на одной из местных предприятий, жил размеренной семейной жизнью и футбол играл максимум на любительских городских турнирах, как говорится, для поддержания жизненного тонуса. На одном из таких турниров по мини-футболу на 21-летнего Василия обращают внимание тренеры из местной гомельской команды «Злин», играющей во второй по значимости Лиге страны. Так, в 1993 году футболист снова пробует свои силы на большом поле. И очень скоро становится понятно, что вторая лига Беларуси слишком тесна для фигуры масштаба Баранова. И в следующем году полузащитник оказывается в самой богатой на тот момент команде гомельской области Речицком-Ведриче. Да-да, не удивляйтесь, такие были времена. Например, в том же сезоне в чемпионате Беларуси принимали участие целых две команды из города Бобруйст. В высшей лиге страны молодой футболист не стушевался и очень скоро стал предметом обожания местных болельщиков. До сих пор, глядя на хилые промахи нынешнего поколения, речицкие любители футбола со стажем вспоминают о том, как мяч после ударов Баранова перелетал в воинскую часть, расположенную недалеко от стадиона. Кстати, многие наслышаны о легендарном пушечном ударе Василия, но также по рассказам одноклубников и поклонников Ведрича, иногда он мог на дриблинге пройти всю команду соперника, либо отдать неожиданную тонкую передачу. Некоторые воспоминаниях сравнивают Баранова тех времен с Месси. Оно и неудивительное, ведь Ведрич играл тогда даже в тех же цветах, что и Барселона. Отдельно стоит отметить сумасшедшую выносливость и работоспособность игрока. Например, в матче против Немана Ховбек так отрабатывал на своем правом фланге, что полностью измотал такого же двужильного, как и он сам Сергея Гуренко. Мог ли гомельчанин тогда знать, что через какое-то время ему доведется точно так же выключить набровки самого Роберта Карлоса? Помимо футбольных навыков Василий Баранов подкупал коллег и болельщиков особенной непосредственностью и простотой за пределами футбольного поля. Он постоянно любил шутить, потронивать над молодыми игроками. Общение в хорошей компании после матчей для Василия было не менее важно и интересно, чем то, что происходило непосредственно в игре. В воспоминаниях почти каждого, кто играл с Барановым, вы найдете фразу «Вася был человеком очень общительным и компанейским». И как будто бы это вызывает еще больше диссонанс с максимально закрытым образом жизни, который Баранов ведет после завершения футбольной карьеры. К этой теме мы еще вернемся в конце ролика. А пока в Ведриче не могут нарадоваться на светловолосого полузащитника, приезжающего на матчи команды из соседнего города на Дизеле. За два сезона Баранов становится капитаном команды, набивает отличную статистику по гол плюс пас, также игрок получает первые вызовы в сборную страны. Естественно, в Речицу начинают наведываться купцы как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. Сначала самый реальный шанс был уехать в ЦСКА, однако просмотр у Тарханова успехом не увенчался. Также были предложения из Кипра и Израиля, которые тоже ничем не завершились. В итоге следующим местом дислокации Баранова стала Калининградская Балтика. Новички российской премьер-лиги выложили тогда за полузащитника с убойным ударом убойное на тот момент 100 тысяч долларов. Более символичного трансфера для такого любителя пива, как Василий, чем из Речицы в Балтику, наверное, трудно представить. На новом месте все пошло гладко не сразу. Если пробелы в физической подготовке за счет феноменального здоровья устранить получилось довольно быстро, то вот с тактической выучкой проблемы были куда серьезнее. Белорус настолько выпадал из командной игры, что тогдашний тренер Балтикин Ткаченко порой терял всякое терпение и однажды сорвался настолько, что довел молодого полузащитника до слез. Однако при этом наставник понимал, каким потенциалом обладает новобранец и упорно наигрывал Баранова в основе. И вскоре тренерское доверие стало давать свои результаты. Постепенно Василий становился ключевой фигурой в команде. Когда Баранов уже через полтора года будет уходить из Балтики, Ткаченко скажет, что даже в своих худших матчах Василий был лучшим на поле. И действительно, освоившись, футболист показывает такую игру, что его признают лучшим новичком чемпионата. Тут же на белорусы обращают внимание все лидеры российской премьер-лиги. Предложения о трансфере Баранова поступают от нескольких элитных клубов, в том числе и от совсем недавно забраковавшего его ЦСКА. Калининградцы, как это часто бывает с новичками, сначала не желали отпускать своих лидеров, рассчитывая, что команда может надолго занять главенствующие позиции в чемпионате. А для этого самим нужны исполнители высокого уровня. Однако суровая реальность быстро настигает Балтику и вскоре клуб уже сам желает как можно быстрее распродать свои активы, чтобы выручить хоть какие-то деньги, которые помогут коллективу выжить. Так происходит трансфер Баранова в главный клуб его жизни московский Спартак, отношения с которым будут длиться у полузащитников более пяти лет. Я давно мечтал, ну как не мечтал, а болел за Спартак. Так что получил приглашение, я не раздумываю, собственно говоря, перешел сразу. Однако это будут очень странные отношения. Отношения, когда оба партнера как будто периодически сомневаются в целесообразности своего совместного существования. Например, на протяжении всего этапа карьеры в Москве будут ходить разговоры, что стиль игры белорусского полузащитника слишком прост и не сочетаем с элегантным комбинационным стилем игры Спартака. Идейный вдохновитель и многолетний главный тренер красно-белых Олег Романцев прямо говорил, что иногда ему приходилось ставить Баранова в состав, потому что не было альтернативы на его позиции. Что довольно странно слышать от представителя клуба, который в те годы обладал ресурсом выдернуть себе любого игрока из любой команды. Из-за подобных разговоров могло сложиться ложное впечатление, что все, что умел Баранов, это лупить поворотом, причем с не самым впечатляющим КПД. Бить поворотом Василий, конечно, умел. Однако и в других аспектах игры был далеко не так примитивен, как это порой пытались преподнести. Но не зря же, я напомню, одноклубники Поведричу сравнивали футболиста по уровню влияния на игру с самим Месси. Миф о примитивности игры Баранова плод из лишних амбиций болельщиков и выходцев из футбольной школы Спартака, для которых забегания и стеночки были важнее, чем простые, но эффективные действия на поле. Что говорить, если в 2001 году при наличии праймовых Ласькова, Титова и Гусева именно Василий стал лучшим по голевым передачам. Однако и этот факт не успокоил скептиков. Несмотря на все разговоры, белорус провел за Спартак 170 матчей, выиграл 4 чемпионства и забил 20 голов, среди которых можно отметить гол в дебютном матче за красно-белых ворота Локомотива, золотой гол Зениту в сезоне 2001, ну и, конечно, гол в ворота Оливера Кана в Лиге чемпионов того же года. Как видите, по упоминаниям личных достижений 2001 год был самым успешным в карьере Баранова. Именно в этот период появилась самая реальная возможность для белорусского полузащитника перебраться в Европу. К руководству Спартака с конкретным предложением обращается Леон, только начинавший в тот период свою семилетнюю гегемонию во Франции. Однако жадность и некомпетентность тогдашних руководителей российского клуба не дали состояться сделки и Василий остается в Москве. Кстати, 2001 стал последним годом Спартака золотой эпохи Романцева. Дальше будут антирекорды в Лиге чемпионов, бесконечные невнятные легионеры, пертурбации в руководстве и долгих 14 лет без чемпионства. Тут уже было совсем не до стеночек и забеганий. Вскоре красно-белые настолько потеряют лицо, что уходя через два года, Баранова бронит знаменитую фразу «здесь теперь даже пиво выпить не с кем». Это маленький, но довольно важный эпизод из жизни футболиста. Дело, конечно, не в пиве, о любви Василия к которому существует масса историй в сети. Более показательно то, что для белоруса, как уже говорилось выше, была важна атмосфера в коллективе вне поля. Когда команда превратилась в набор игроков, Баранову стало просто неинтересно находиться в структуре красно-белых. Если на протяжении карьеры в «Спартаке» белоруса периодически упрекали в несоответствии стилю игры команды, то за пределами поля Василий был все тем же рубаха парнем и душой компании, как и в Речице и в Калининграде. Очень красноречивая история. Когда в «Спартак» перебрался бразилец Робсон, именно Баранов был первым, кто стал налаживать общение и помогать бразильцу в адаптации. Одноклубники вспоминают, что полузащитник, порой сам того не ведая, делал очень много для так называемого тимбилдинга. Не все инициативы Василия сочетались с соблюдением спортивной дисциплины. Однако руководство команды видело важную роль белоруса в сохранении командного духа. Поэтому если санкции и применялись, то были довольно мягкими. А личное богатырское здоровье футболиста не позволяло тому, что происходило за полем, оказывать влияние на то, что происходило непосредственно на поле. Но повторюсь, все это было, пока был коллектив и люди, с которыми белорусу было действительно комфортно и интересно. При всей видимой простоте Баранова, истории, где он с кем-то не нашел общий язык, больше чем убитых его ударами воробьев. Кстати, имела место еще одна интересная закономерность. После ухода Баранова Спартак рухнул в чемпионате на максимальное унизительное для себя десятое место, что для амбициозных москвичей сродни вылету в пятый дивизион. И так получалось всегда. Все команды, которые покидал Баранов, улетали в пропасть. Так было с Балтикой и Ведричем, которые шустро покинули высший дивизион в году хода полузащитника. Так было даже с несчастным Злином. Что забавно, так будет даже с Аланией, куда Василий заглянет совсем ненадолго. Еще одна история полной недосказанности и примеров сложности характера Баранова, это его карьера в сборной. Удивительно, но с таким уровнем игры и потенциалом полузащитник выходил играть за сборную всего в 25 играх. За 25 матчей было забито 3 гола. Примерно же столько раз Василий отчисляли из сборной за, скажем так, дисциплинарные проступки. На чудо-гол Баранова забиты в ворота Уэльса, пусть и в проигранном нашей сборной матче, кажется, можно смотреть бесконечно. После ухода из Спартака строптивый полузащитник долго не может найти себе команду. На несколько игр заезжает в Аланию, не находит общего языка с главным тренером и снова отправляется в свободное плавание. Последней остановкой на футбольной карте для Баранова стала Рязань, игравшая во второй лиге России. Именно туда, не найдя альтернатив, полузащитник переходит в 2005 году. Леон и Рязань. Почувствуйте, как говорится, разницу. Поиграв три сезона во втором дивизионе, Баранов решает завязать футболом окончательно. После завершения карьеры Василий резко исчезает со всех радаров и околоспортивная пресса начинает плодить мифы о причинах такой закрытости. Журналисты соревнуются в том, кто первый доберется до развернутого разговора с бывшим футболистом Спартака, пытаясь использовать различные лазейки. Однако же все безуспешно. Василий продолжает и по сей день держаться на расстоянии от всех интервьюеров. Нет, контактов нет ни у кого практически. Поэтому это вопрос такое историческое. Мне же хотелось бы, чтобы он тоже был с нами. Он отдался с Попакул в 5 лет. По-моему, снес восьмого года он играл в 2003 году. Очень жалко, что именно сейчас мы с ним. Доподлинно известно лишь то, что Баранов живет недалеко от Гомеля, в поселке с символичным названием «Новая жизнь». Много проводит времени с семьей и часто пропадает на рыбалке. В чем же причина подобного затворничества? Да, собственно, нет никакого затворничества. Вряд ли сам Баранов считает себя затворником. Он, как и всегда, живет ту жизнь, которая ему интересна и нравится. Настоящую жизнь. В то время, как некоторые его коллеги раздают бесконечные интервью, в которых прошлое все лучше и красочней, Василий сконцентрирован на настоящем. Проще говоря, ему не хочется говорить о прошлом, ему хочется жить настоящим. Хочется проводить время в том кругу людей, где тебе комфортно. И пусть даже этот круг сужен до двух-трех человек. А в наше инфозависимое время этого достаточно, чтобы человека признали затворником. А как вы думаете, в чем причина такого закрытого образа жизни, бывшей звезды Спартака и сборной Беларуси Василия Баранова? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и живите настоящей вместе с Бетеро. До встречи на нашем канале! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...